В администрации района прошло еженедельное рабочее совещание. На повестку дня было вынесено три вопроса. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Северскому району и главный врач районной больницы рассказали об итогах антинаркотической деятельности в 2017 году. Обсудили взаимодействие структур и поставили совместные задачи на 2018 год. На особом контроле администрации района соблюдение запрета продажи алкоголя несовершеннолетним. В этом направлении ведется постоянный мониторинг. С целью недопущения реализации алкогольной и топачной продукции несовершеннолетним с руководителями предприятий розничной торговли и общественного питания проводится разъяснительная работа. Большое внимание уделяется наличию в объектах информации о возрастном ограничении. О наведении чистоты и поддержании порядка в поселениях на этой неделе отчитались руководители администраций Афибского, Шабановского, Михайловского и Львовского поселений. На прошедшей неделе состоялась открытая сессия Совета Северского поселения. На ней с отчетом о проделанной работе выступили глава Игорь Крикун и председатель Совета депутатов Олег Ратников. Принимали отчеты глава района Адам Джарим, депутаты законодательства собрания Андрей Куемжиев, Сергей Орленко, также жители станицы Северской. Станица Северская – визитная карточка нашего района. Здесь принимают делегации всех уровней. Сюда приезжают наши земляки из хуторов и станиц в различные учреждения. На протяжении всего отчетного периода в райцентре обустраивались тротуары, устанавливались лавочки на прилегающей территории к центральной районной больнице, окрашивались пешеходные переходы. Для жителей установлена новая автобусная установка по улице Некрасова. Практически ежедневно ведется ямочный ремонт улиц. Глава Северской отметил, что в прошедшем году выполнены все поручения жителей, не остались без внимания хуторяне. Все обращения, озвученные на сходы граждан, как станицы, так и восьми прилегающих хуторов, выполнены. Уже давно станичники привыкли к чистоте на улицах. Субботники, на которые выходят работники администрации, школ, садов, больниц и школьники, проводятся регулярно. Однако, население в субботниках участие не принимает. Многие улицы заросли. Возле дворов трава и куча стройматериалов. Исключение – только малые хутора. В своем отчете Игорь Крикун также подчеркнул, что проблем в Северской много, но они решаются. В прошлом году отремонтировали скважины, решили острейшую проблему водоснабжения. Затронул глава и культуру, спорт, молодежную политику. Здесь у поселения есть чем гордиться. Кардинально изменилась работа кинотеатра «Ударник». Он был отремонтирован в рамках программы фонда кино за счет средств федерального и местного бюджетов. В завершении выступления Игорь Васильевич выразил благодарность председателям квартальных комитетов и всем жителям, кто занимает активную гражданскую позицию. С докладом о работе Совета депутатского корпуса выступил председатель Совета Олег Ратников. Олег Владимирович обозначил основные цели и задачи, а также отметил депутатов, принимающих наиболее активное участие в жизни Северской. Это депутаты Ровкина Ольга Петровна, Василий Сергеев Владимирович, Жантуров Владимир Камович, Бирюков Денис Сергеевич, Тимченко Анатолий Николаевич. Хотелось бы пожелать, чтобы и впредь все наши депутаты оставались такими же активными и принимали участие в общественной жизни поселения. Общение с жителями прошло в форме письменных вопросов, которые Игорь Крикон озвучивал и подробно рассказывал о возможностях решения проблем. Северская свалка, как всем известно, является несанкционированной, так как отсутствует в государственном реестре. Могу вас обрадовать. Значит, наша северская свалка попала в дислокацию всех свалок Кубани, подписана губернатором Кубани. Кроме всего прочего, документы на переоформление земли с сельхозназначения в промышленное, на которое имеет право размещаться свалка, находятся уже в городе Краснодаре. Их проверили, и, ну, я не знаю, со дня на день они будут подписаны. В конце сессии Адам Джарим вместе с Игорем Крикуном вручили лучшим работникам станицы благодарственные письма и цветы. Кто приезжает в парк, они все в восходе. В Черноморском состоялась открытая сессия депутатов поселения. На ней с отчетом о проделанной работе за прошедший 2017 год выступил глава поселения Сергей Торовик. В мероприятии также приняли участие глава района Адам Джарим и заместитель главы по социальным вопросам Марина Наумейко. Помимо отчета о проделанной работе, на сессии обсуждались и такие насущные вопросы, как ремонт здания Черноморского дома культуры. На сегодняшний день первый этап – это капитальный ремонт кровли. В этом месяце он передается на получение положительной госэкспертизы. И мы сегодня определились, как только будет получена положительная госэкспертиза данного проекта, на следующий день мы подадим заявку Министерства культуры при полном софинансировании. Особенно остро был поставлен вопрос благоустройства. И эту проблему глава района рассмотрел с особым вниманием. Вот женщина сказала, двумя руками поддерживай. Сейчас мы с ней пройдемся по одной улице, по второй. Я никуда не спешу. Со мной участковый пойдет, со мной глава пойдет. Внимание к проблемам и нуждам жителей нашего района, как отметил Адам Шахметович, одна из самых главных установок на 2018 год. Эффективное взаимодействие глав поселений с районной администрацией – это, безусловно, важный аспект работы. Но более важно – это прямой диалог с населением. Без него очень трудно увидеть проблемы, требующие оперативных решений. Мойка открыта, светло. Там машины моют и ковры моют. У них вот такие стояки железные. Они выносят, перекидывают эти ковры и моют их. Значит, и оттуда вода, и отсюда вода, и с Господа Бога вода. Историческая викторина «Знамя Победы» прошла в детском центре развития творчества Станицы Северской. Школьники седьмых и восьмых классов участвовали в интеллектуальном состязании на знания отечественной военной истории. Юные патриоты блистали своими знаниями в самых разных областях – от государственной символики до биографии выдающихся полководцев. Главной целью мероприятия стала возможность показать учащимся, какой интересной и увлекательной может быть история, заложить основу гражданского и патриотического воспитания и сформировать у будущих поколений четкое понимание того, что действительно важно. Помнить всех своих героев, что они защищали свою родину ради того, чтобы у нас сейчас было мирное небо над головой. Викторина прошла в атмосфере честной конкурентной борьбы. Ребята показали отличные результаты и командный дух. Победители и призеров наградили почетными грамотами. Но что важнее, каждый из участников получил возможность еще раз прикоснуться к славной истории своей страны. 3 февраля в Северском районе состоялась акция «О спорт, ты мир» в поддержку российских спортсменов. Спорт без границ, без цвета кожи объединяет страны и людей. Это мероприятие стало частью общероссийской акции «Россия в моем сердце», которые прошли во всех городах в поддержку наших спортсменов, лишенных права выступать под флагом России на зимних Олимпийских играх в Корее. На площади перед Домом культуры развернулись спортивно-игровая программа для детей, концерт, выступления творческих коллективов, спортивные эстафеты и фотозона «Я патриот». Праздник открыл парад Олимпийских надежд Северского района. На площадь вышли лучшие спортсмены района с кубками и флагами в руках. Особая гордость Северского района. 8 призеров первенства России и международных соревнований. На территории муниципалитета расположено 2 стадиона, 19 футбольных полей, 29 спортивных залов, 15 многофункциональных спортивных площадок. В районе работает 5 спортивных школ, в которых занимаются 4418 детей и развивается 29 видов спорта. И у нашего молодого поколения есть все условия для достижения золотых наград. В этом году 23 зимние Олимпийские игры пройдут в Республике Корея с 9 по 25 февраля. Пять разноцветных переплетенных колец – это символ праздника мира и дружбы, символ честной спортивной борьбы. В этот день мы здесь собрались для того, чтобы поддержать наших олимпийцев. Совсем скоро начнутся 23-е Олимпийские игры. И, к сожалению, наши спортсмены не смогут, как говорится, услышать наш гимн России там. Не смогут с триколором выйти на пьедестал, но я уверен, что они будут первыми на Олимпиаде. Поддержим наших олимпийцев! В Северском районе с каждым днем растет число юных спортсменов, мечтающих пополнить Олимпийский резерв и прославить родную Кубань. В 2017 году спортсменами нашего района на официальных краевых соревнованиях завоеваны 178 медалей. В российских соревнованиях – 26, на международных соревнованиях – 4 медали. И в этом большая заслуга тренеров, воспитывающих чемпионов. Площадь посетила много взрослых и детей. Участники праздника держали в руках плакаты со слоганами. Все это с одной целью – передать нашим российским спортсменам свой положительный заряд и настрой на победу. Если мы будем все сплоченно участвовать, мы всегда победим. Любые мероприятия, которые идут на пользу правил, они нужны. Позиция большинства спортивной общественности неизменна. Ехать, несмотря ни на что, и доказать свою силу. Мы знаем, что это акция всероссийская. Это проходит по всей России, во всех городах, в кутерах, в станицах, в поддержку наших олимпийцев. Мы за наших олимпийцев будем болеть, мы ими будем гордиться и переживать, как они будут выступать. И мы верим в то, что они будут самыми сильнейшими, самыми быстрыми и приедут оттуда чемпионами. Мероприятия подобного рода поднимают нашу силу духа. Они несут энергию нам и нашим спортсменам, в поддержку которых оно создано. Мы хотим, чтобы они победили на этой олимпиаде и заняли самые высшие места, ведь они – это наше достояние.